здрасте господа и да мы начинаем сегодняшний вебинар мистические созвучия погружения в эзотерические тайны вебинар с дуйко а а 28 07 23 года в 18 00 начинаем сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы надеюсь вебинар будет интересным сейчас я быстренько очень много есть информации всевозможной настолько много есть информации которая связана с саморазвитием личностным ростом и так далее что иногда создается впечатление причем очень много противоречивой информации наверное не подходящий кому-то информации и так далее и это все иногда создает такое впечатление внутреннее что люди просто не хотят это слышать обучаться и так далее в целом вы знаете если так искать помощи и искать помощи в эзотерике или в саморазвитии то в действительности есть очень дельные интересные идеи которые транслируются другими людьми просто нам некогда в случае если человек попадает в какую-то замкнутую и тяжелую ситуацию то он не может разобраться как из этого выйти и ему необходимы совершенно другие четкие рекомендации они обычно человек думает что они должны быть мега четкие то есть делай так плюнь туда а на самом деле они более развернуты с изменением модели своего поведения чувств жизни и так далее об этом сегодня немножко поговорим ну что вот вы мне понаписывали сейчас какие-то вопросы сейчас на них отвечу пожалуйста нам лучше с детьми оставаться в германии до окончания войны или вернуться в киеве вернуться в киеве лучше никак не могу определиться пожалуйста определяйтесь я бы не хотел отвечать на вопросы андрей андреевич нужно мне ли жить с этим человеком или нет я объясню вам почему дело в том что вы хотите чтобы я принял вместо вас решения в отношении судьбы вашей и я не имею право этого дела дело в том что у вас есть чувство к этому человеку вы возможно там нервничаете у вас есть какие-либо переживания или какие-либо претензии к этому человеку и находясь в эмоциях или находясь в таком горячем состоянии вы требуете от меня чтобы я принял решение но так не должно происходить кто лучше знает нужно жить с этим человеком или не нужно я или вы но подумайте сами я же не живу с этим человеком а вы рядом находитесь дальше и так быстро на вопросы начнем надя андрей андреевич не ванга вот советы хорошие да я не ванга я дуйко влад здрасте андрей андрей скажите что лучше всего посадить на своем участке какие лучше всего деревья растения цветы и так запоминайте груша даст любовь а его даст мудрость дальше хурма нас долголетия яблоко даст любовь да здоровье вы знаете что яблоко лечит почки хотите чтобы ваши почки всегда были чистыми одно яблоко утром одно яблоко вечером или концентрат яблока что является концентратом яблока концентрат яблока яблочный уксус но сами по себе и яблоки яблочный сок являются мощнейшими антиоксидантами не напрасно молодильная яблочко было в эпосах такой древние можно сказать славянской культуры далее были всевозможные сказки которые были связаны с яблоком помните принцессу которая откусила и после этого впала в литургический сон и за ней гномы ухаживали ну и так далее то есть можно сказать что яблоко является элементом любви считается даже в болгарии что если яблоко во дворе не растет то муж гулящим будет быть и даже говорят что чем больше яблонь находится в саду и если яблоко засыхает или с яблони начинает там плохо себя вести отпадает там портится и так далее это говорят о том что есть смысл посмотреть на верность супругов и так далее но это не так далее я очень люблю ели я люблю ели можжевельники всевозможные тисы главное ягоды не есть от киса но дело в том что такие растения они очень в большом можжевельник в большом количестве выделяют озона и этот озон он очень полезный потому что есть исследования которые утверждают что озон уменьшает холестерин у человека поэтому просто находясь в саду когда светит солнце поможет человеку избавиться от холестерина какие есть растения такие значимые гинкобилоба если настаивать листья гинкобилоба человек будет жить долго далее шелковица или тут на востоке считают тут и прямо невероятно могучим деревом и по сей день в тибете можно приобрести чай который сделан с зеленым чаем перемешку с зелеными сушеными листьями шелковицы и сорт при этом белые выбирается считается что вот такая белая шелковица которую специально сушат и добавляет в чай она стоит как соль а соль в тибете дорого стоит и считается что прием такого чая омолаживает человека лечит зубы лечит неврологические заболевания устраняет старость и так далее я еще один знаю такой рецепт это берется высушивается корень белые шелковицы трется и каждый день человек заваривает виде чая одна или две чайные ложки он имеет в своем в компонентах и вот этот корень он немножко пахнет сандалом и при выжигании тоже создает прекрасный такой вот удивительный запах я знаю что в некоторых храмах как и особенно где есть предсказание и предсказатели вещуны особенно в деревенские хоть их и осталось там мало и есть такие храмы где берут корень из шелковицы и смешивают с семенами льна и когда разжигают огонь и когда огонь уже протлел то бросают такой вот состав и дыша дымом такого состава и считается что такой состав приносит человеку визуальные картинки событий будущего согласен я был тоже на таком процессе и могу сказать что действительно галлюциноген это мощнейший как это действует не знаю может быть действовали мантры может предварительные выпитый тян там потому что я тогда принимал может быть просто высота потому что это высоко в горах было и холодно еще было ну и в общем то может голод потому что этом голодал две недели а может все-таки порошок льняного семени одним словом пусть это останется тайной так что по мне так чем больше фруктовых деревьев тем приятнее по мне чем больше красивых деревьев тем приятнее мне нравится у меня растет гинкобелоба я обожаю березу я обожаю березу мне у меня есть две страсти это береза его и гинкобелоба и а дуб да я люблю деревья вы знаете мне действительно очень нравятся деревья я люблю деревья я люблю животных я очень люблю коров как ни странно для меня корова священное животное и И я люблю корову гладить, я люблю на корову смотреть, у меня есть изображение обязательно коровки красивые, знаете, мне нравятся коровы, мне нравится мир такой, рыбок я люблю, мне нравятся рыбы кои. Дело в том, что душа человеческая, она, если просматривать, находится в таком ромбе в груди человека, и когда она в этом ромбе находится, то она плавает подобно рыбке. И больше всего, когда душа человека красивая или когда человек душевно красивый, а какой это душевно красивый человек, это человек, у которого есть любовь, счастье, смиренность, у которого есть самоудовлетворение, доброжелательство, доброта, принятие, вера в себя, который занимается саморазвитием, сопереживает, удивляется и так далее, восхищается, любит. Вот когда душа такая, то все эти грани такой души, рыбка становится очень красивой, она становится как разноцветной, радужной, бывают золотые рыбки, это очень большая редкость, но часто бывает, что просматривая, видишь красивую рыбку, красивую душу, а у нее несколько пиявок висит. Что это за пиявки? Это плохие привычки. Бывают люди, которые душой-то красивые, сопереживательные, теплые, умеют прощать, умеют быть доброжелательными, добрыми, а иногда и все, и превращаются в монстров, становятся вредными. Ну и совсем страшные такие рыбки бывают, это когда люди чувствуют вину, беспокойство, беспокоятся о здоровье, уязвимые, ревнивые, нервные, отчаявшиеся, боящиеся все время, в одиночестве, в горечах, сожалениях, в разочарованиях, беспомощности, безысходности, вредности, бурчания, злости, раздраженности и так далее. Видите, как все по-разному. И вот такая душа обычно у человека, который похожа на рыбку кое. Я считаю, что рыбки это проявление человеческой души, поэтому у каждого своя. Пусть она у нас будет похожа на рыбок кое, а то у многих она похожа на лягушек. Почему? Жабка вместо души. Почему? Так завидует человек всему и так ненавидит весь окружающий мир, что вместо души жабка плавает и квакает. Жабка это единственное объяснение, когда люди пишут гадости какие-нибудь. То есть человек, который бесплатно людей принимает, человек, который выходит бесплатно в эфиры, человек, который взамен ничего не требует. Я не требую ни подписаться, ни купить что-то и стабильно выхожу, людям даю советы. Вон целые пачки у меня книжек по народной медицине, здесь, кстати, сейчас в студии, целые пачки переводов всевозможных и так далее. Делаю это стабильно, где-то публикую, но постоянно находится кто-то, кто пишет гадости. И чтоб ты сдох, и где ты взялся, и чтоб ты там… Я знаю, почему этот человек делает, и я не обижаюсь на этого человека. Почему? Ну потому что там жабка. Как сделать так, чтобы не завидовать? А есть чему завидовать? Ну если человек здоровый и счастливый улыбается, то ему уже есть чему завидовать. А что нужно делать от зависти? Если человек не боится зависти, то ему все равно. Я обычно делаю так. Пусть завидуют мне почаще и побольше, я стану богаче. Наверное, меня это еще вдохновляет. Почему? Ну детки у меня, и мама у меня, и родственники. Я хочу этим людям постоянно помогать, хочу, чтобы их жизнь была прекрасной. Она меня вдохновляет. Своя уже, наверное, не особо, но зато жизнь тех людей, которые связаны со мной, она меня еще вдохновляет. Почему? Ну это такая особенность. Знаете, после 50 уже личностные такие идеи, они уже уходят на задний план. Но неважно. Итак, все-таки вернемся к ответам на вопросы. Что лучше всего посадить? Вот. Садите, что я сказал. А то я могу об этом бесконечно говорить. Люблю Иву. Ива лечит почки, береза лечит почки, береза лечит кожу. Если пить березовую кору с березовым соком и березки с листочками, то омолаживает очень сильно. Витилиго лечит. Если собрать, если с березы собирать росу, то можно лечить витилиго. Розы я люблю. Татьяна М. Здравствуйте, Андрей Андрей. Скажите, какой благоприятный день в августе, чтобы перейти жить в новый дом? Только что построено. Дети хотят переходить в свой дом. Спасибо. Заранее низкий поклон. 14 число, 22 число, 28 число. Самые лучшие дни для того, чтобы начать жить в доме. Елена. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ой-ой. Как можешь с помощью эзотерики легко и быстро выучить английский язык? Должен вас разочаровать? Никак. Так. Английский язык необходимо изучать следующим образом. Выписываете английские буквы или английские фразы и громко вслух их повторяете. Делаете при этом вот такие движения. И дальше сказали какое-нибудь слово. И сказали какое-нибудь слово. Так легче запоминается. Еще. Чем громче многократно вы произносите слова вслух, тем быстрее вы их запомните. Но вы должны знать. Первый день не запоминайте. Просто читайте их многократно вслух. Сколько выписывать? 30 обычно нужно выписывать. Это со временем, когда вы накачаете вашу память, то вы поймете, что 30 малый и будете там запоминать больше. Нельзя с первого раза запомнить слова. Нельзя. Сегодня это все прочитайте, повторите вслух. Через день повторите это еще раз. Через день повторите еще раз. Но можно делать так. Я в свое время учил языки следующим образом. Я повторял вслух. Начинал я, конечно же, с грамматики. Так было легче всего. Потом к грамматике цеплял глаголы. Потом уже существительные или какие-либо словосочетания. Мне лично очень помогали песни. Я включал песни и вот пытался с переводом уже потом. И мне нравилось там слышать знакомые слова. И я понимал, о чем человек поет. Моя жена, она вообще уникально учила английский язык. Она, кстати, в совершенстве владеет еще и технический, медицинский язык. И ей помогло просто. Она тихо про себя проговаривала. Но больше всего все-таки помогло это нахождение в англоязычной среде, в дойче язычной среде. Вот так, знаете, вот такая среда помогает. Потому что пока вы дома находитесь и пока вам нет необходимости изучать, изучить невозможно. Изучить невозможно. Если это вам для того, чтобы удивить близких, если вам для того, чтобы вы просто знали, то знайте. Так вы не выучите. Должна быть мета-задача. Вокруг мета-задачи можно выучить. А еще, есть у меня шум такой. Он есть на моем сайте Дуйко Гуру. Называется шум для изучения языков. Слушайте данный шум два раза в день по 10-15 минут. И тогда слова будут запоминаться с гораздо большей легкостью. Вот так. Ведевьяра. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Учусь на психолога, но много сомнений. Понимаю вас. Стоит ли в дальнейшем работать в этой сфере и зарабатывать? Или поискать что-то другое? Стоит работать. Сейчас это очень востребовано в мире. Дело в том, что психология всегда была той наукой, в которой чрезвычайно нуждаются люди. На сегодняшний день психолог является не только человеком, который может консультировать людей в области психологии, а те люди, которые могут заниматься еще или работать как HR, принимать сотрудников или консультировать сотрудников и так далее. Огромное количество компаний, особенно в наше время, они нуждаются в психологах, нуждаются в HR, нуждаются в людях, которые бы могли визуально или психологически составить картину человека, который принимает на работу, особенно в крупных компаниях и так далее. Хорошая работа, просто очень большое количество механизмов и очень большое количество, наверное, вот смотрите, психолог может быть журналистом, но журналист психологом уже не сможет быть, потому что образования недостаточно. И очень большое количество психологии есть инструментов. И необходимо выбрать или выработать один такой четкий, приемлемый исключительно вам инструмент и пользоваться, я это называю рифами, и пользоваться четкими своими инструментами или своими рисами в психологии, рифами в психологии. То есть, если так, то так, тогда так. Если так, то так, тогда так. Чтобы не было это сложными схемами с миллионом всевозможных инструментов, каждый психолог для себя принимает свой инструмент, то есть, он занимается либо поиском гештальта, либо окончанием гештальта, либо, в общем, выбирает для себя свои методы анализа и так далее. Сейчас очень мало людей, которые по-настоящему могли бы проводить психологические семинары или проводить психологические вот такие психоанализы, помогать человеку разобраться в себе. Туда еще хорошо было бы подключить гипноз. Мне очень нравится психология. Если бы вернуть время назад, я бы обучался медицине и, скорее всего, обучался бы психологии. А так мне психологию пришлось обучаться самостоятельно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прохожу первую ступень. Очень интересно рассказываю, слушаю с открытым ртом. Закрывайте. Но сесть за урок, прилагая усилия, почему так? Ну так, ничего страшного. Дело в том, что все, что связано с получением новой информации, всегда тяжело для человека. Тяжело, потому что мешает. Что мешает? Наша жизнь. Знаете, я всегда говорю эти слова. Человеку, который живет в жизни, необходимо обязательно совершать неправильные поступки. Необходимы неправильные поступки. Почему? Потому что только дураки поступают, как все. А умные люди совершают неправильные поступки. Для чего? Это приводит их к смирению. Они каются, после этого осознают, что он неправильный. И это путь к Богу. Таким образом, это смиренный или путь к смиренности. Таким образом, можно сказать, что если что-то, и не вы сами, может вам избежать, может помочь вам избежать неправильного поступка, то вам это очень сложно принимать. Почему? Ответ один. Вы умный человек. Умному человеку тяжелее получать информацию, чем всем остальным. Поэтому я вас поздравляю. Вы не зря имеете хорошее образование. Добрый вечер. Успела. Спасибо вам. Спасибо. Татьяна Хрустова. Доброго вечера, Андрей Андреевич. И вас витаю, мои витания вам. Татьяна Бурлучук. Андрей Андреевич, доброго вечера. Ваши ученицы есть желание сделать татуаж ваджра. Можно сзади на левом плече. Можно. И в красном цвете. Супер. Ваджра великолепный символ. Можно его обязательно делать. Он приносит благополучие, материальное благополучие, известность. Человек становится более благостным таким. Где он находится, там все получается. Хороший символ. Очень. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Заранее спасибо за способности и знания. Спасибо. Ученица седьмой ступени. Но слушаю ежедневно и восхищаюсь вашими знаниями в Аллах. Ай, Машаллах. Я понял. Иншаллах. Спасибо. Спасибо за все. Хорошо будете здоровы. Александра. Здравствуйте, учитель. Скажите, как младенца маме можно эзотерически защитить от сглаза, когда хвалят, заглядывают в коляску? Ну что, не знаете? Брошечку оденьте и все. Будете, когда смотрят. Ты мой зайчик. Скажите, а брошка нравится? Да, вот. И все, если брошка сверху, то все равно. Это же как бы все знают. Не булавочка, а брошечка. Брошечку одевают красивую, блестящую. Там здесь или здесь где-то. Спасибо за удивительную информацию. Счастья вам и вашим близким. Спасибо. Подскажите, как относитесь ко снам? Устаю от постоянных, очень ярких и насыщенных снов. Хорошо отношусь к снам. Но в случае, если сны очень яркие, то как можно от них устать? Дело в том, что сон – это физиологический процесс, когда мышечные ткани релаксируют или по-другому расслабляются. Дело в том, что сон необходим человеку, так как на протяжении дня наши мышечные ткани очень сильно напрягаются. Так как мы очень интенсивно ходим, дышим, работаем межреберные мышцы, мышцы позвоночного столба, мышечный каркас, он устает, гладкая мускулатура. И в ночное время мышечной мускулатуре необходим отдых. Происходит процесс релаксации. В случае, если человеку снятся сны, где он движется или бегает, или еще что-то, то это или парит, или летит. Это все связано с процессами релаксации. Обычно за это отвечают определенные волны, которые являются волнами сна и вырабатываются нашим мозгом. И когда человек спит, ему снятся сны, то когда он просыпается, у него есть состояние, что он проснулся, то должен быть состояние релакса. А если у вас после просыпания состояние разочарованности, усталости, это говорит либо о неврозе хроническом, тяжелым состоянием, которые связаны, может быть, с появлением эпи-синдрома, или это может быть связано с глобальными перегрузками на ночь едить, или алкоголь, или прием психостимуляторов, или много кофе, или много сигарет, или много нервов и так далее. Сны, какими бы они ни были, они должны быть сладкими. Не зря есть бог снов, Морфеус, да, Морфей. Вот этот Морфей — это бог снов, который сладкий. Его даже описывают в грейской мифологии, как самое сладкое, что может быть у человека, — это бог. А самое сладкое во время сна — это ладонь, которая находится под щекой. Ну, как-то так. Итак, три совета для счастливой жизни. Первое. Нужно следить за тем, чтобы жить сейчас, не погружаться в прошлое и будущее. Многие люди, которые меня слушают часто, не могут понять, о чем я говорю. Так вот, я вам хочу сказать. Дело в том, что как бы вы не представляли прошлое, как бы вы не вспоминали прошлое, вы должны знать. Прошлое затягивает. И в случае, если вы не живете настоящим и все время находитесь в прошлом, вспоминая прошлое, то у вас ухудшается ваша судьба. Не будет ни денег, ни возможностей, ни здоровья, ничего не будет. Почему? Хоть думаете о будущем, то думаете в настоящем. Хоть думаете о прошлом, то вы все равно думаете в настоящем. Бог и высшие силы хотят, чтобы вы были в настоящем. Именно поэтому, чем сильнее человек живет в настоящем, тем больше он имеет возможности что-то иметь в будущем. Если человек не живет в настоящем, то ему не нужно давать будущее. И тут такой метод. Говорить-то могут все. А вот как сделать это? Берите, как я раньше советовал, одевайте резинку на запястье. И в тот момент, когда вы отключаетесь, начинайте вспоминать, думать о том, что было раньше, возьмите эту резинку и ударьте себя по запястью. Таким образом, придите к себе, вернитесь к себе и помните, самое важное для человека – жить сейчас. Выходите. Что возвращает человека к настоящему моменту? Удивление, восхищение. Выходите на улицу, где это так. Ой, какие кустики я их вижу. Ах, какая природа красивая. Ах, какая травка. Ах, какие близкие. Трогайте кого-нибудь, потому что это очень важно. Иметь коммуникацию с близкими людьми. Маму за ручку, жену за ручку, с детьми посидеть. Вообще старайтесь жить настоящим. Это очень важно. Мы улетаем в информационное поле, в техногенное поле, когда мы смотрим фильмы или начинаем смотреть тиктоки, программы и так далее. В этом ничего страшного нет. Но не стоит забывать, в случае, если у человека жизнь так устроена, что он не живет, то и дальше жить не будет. А для того, чтобы жить, нужно видеть, что ты живешь. Чувствовать эту жизнь. Она должна быть. Нужно выращивать свой чувственный интеллект. Еще раз хочу сказать, что это три совета для счастливой жизни. Итак, первый, следить за тем, чтобы жить сейчас и не погружаться в прошлое и будущее. Второе, выращивать свой чувственный интеллект. Третье, нужно настраиваться на состояние контролирования радости и доброты. Или второй вариант, контролировать свою духовную чистоту. И первым, и вторым, и третьим сейчас поговорим. Итак, первое, я уже сказал. Второе, взращивать свой чувственный интеллект. Глядя на людей, которые сегодня встречался с человеком интересным, этот человек мега богатый человек. Он и в политике был. У него 100 магазинов. Он живет сейчас за границей. Он приехал сюда в Украину, у него есть незаконченные дела. И банками владел. Все начинал сам. 11-й ребенок в семье. Венецкая область. Никогда в жизни своей, никогда ни у кого не украл. Никого не забирал, не убивал, не бил. Знакомств не имел и так далее. Я вот сегодня заметил. У него невероятная, невероятная чувственная жизнь. Он за сына переживает. Жене звонит. Тут же там шли где-то. Ой, я хочу там вот такую в Украине купить рубашечку. Подарю там кому-то из своих близких и так далее. У него развит чувственный интеллект. Развит чувственный интеллект, потому что что такое развитый чувственный интеллект? Люди есть такие, которым ничего не интересно, ничего не хочется, они ничего не чувствуют. Есть три вида интеллекта. Один интеллект, который связан с теми желаниями, которые есть у человека. То есть покушал, чувство выразил. Не покушал, чувство выразил. Смотрите, такие короткие чувства, они очень быстро удовлетворяемы. То есть там обиделся, чуть-чуть пообижался, перестал, не обиделся, не создал чувства, там покушал, чувства создал, поспал, чувства создал, но они короткие эти чувства, вот смотрите, почему человеку необходима семья, вот у меня есть дети, я могу на протяжении дня думать о своем ребенке или вспоминать о них, и это делаю на протяжении дня, если раньше я думал о сексе и деньгах, то уже в 50 я думаю о детях своих, и думаю там об учениках, думаю о том, что я сделаю для этого мира, это создает у меня чувства, они долгие, думаю о маме, знаете, это все чувства, они настолько длительные, что они уже не заканчиваются, находясь рядом с близкими, у меня фонтан чувств, я чувственный человек, это мой чувственный интеллект, чувства короткие дают человек, не дают человеку возможности, когда у человека чувства увеличиваются, это дает ему чувственный интеллект, чем больше у человека чувственного интеллекта, тем счастливее его судьба, как его увеличивать чувственный интеллект, Обращайте внимание на все, что вокруг вас происходит, но обращайте внимание с позиции чувств своих, так и говорите, мне нравится это, мне нравится это, обучайте себя чувствовать, обучайте не просто видеть и знать, что это есть, очень часто такое бывает среди людей, то знаю, то видел, то еще что-то, да можно так, о, классненько, о, красивенько, о, обалденько, о, суперовенько, знаете, вот я на это обращаю внимание и мне нравится, нравится там автомобили, нравится женщины, нравится, так, моя жена не смотрит, не нравится мне женщина, у меня одна, я ее только люблю, все остальные, я их не вижу, как говорят в Талмуде, в Галахе, если видишь другую красивую женщину, закрой лицо рукой, все, Бог меня простит, но все равно нравится, чужие, свои, почему, ну я рассматриваю женщин, как красота мира, да, они красивые, они красивые, и мужчины красивые, и женщины красивые, и природа красивая, и все красивое в этом мире, знаете, так мне полегчало в моей жизни, когда отпустил я эгоизм свой, потому что раньше было, я имени меня, в честь меня, этот меня не любит, этот любит, потом рукой махнул, сказал, мне надоело, мне вообще все равно, любят меня, не любят, мне не интересно, почему, сколько можно с этим возиться, знаете, главное, что рядом живут, терпят или не терпят, это уже их проблема, я-то люблю, хочу что-то для этих людей делать, созидать, мне так больше нравится, а там нравлюсь, не нравлюсь, нравлюсь людям, не нравлюсь людям, люди мне пишут, толстый, не толстый, худой, там похож, мне вообще все равно, уже давно от этого отказался, меня это не вдохновляет, мне если пишут, там, вы красивый, вы некрасивый, ну зачем это мне, у меня другие задачи, мне это не интересно, там, так посмотрел, не так посмотрел, тоже не интересно, там, вот, был я на прошлой неделе на встрече, и там приехал очень знаменитый человек, такой, знаете, там, мега-мега глобальный финансист и так далее, и я с ним встретился в центре Киева, там, в отеле, этот, как же он, президент Палас, и пришли вместе с ним люди, там, два человека, и так далее, и я с ним поговорил, там, ему необходимо было общаться, и так далее, и он говорит, люди обычно очень боятся, когда я с ними общаюсь, а вам ничего не нужно, и так далее, послушайте, для меня хоть ты человек, хоть этот человек, хоть этот, для меня точно такой же человек бомж, как точно такой же человек депутат, почему, так все же люди, поделенные клетки, эволюционировавшиеся, червячки, которые добавили ножки, а так, как были на червячков, похоже, так и остались, какая разница, ну, и самое важное, это чувственный интеллект, выращивая или взращивая в себе чувственный интеллект, восхищением, радость, удивление, тепло, доброта, проявление любви, все вот эти элементы, они очень важны, там, любовь, ощущение счастья, ощущение радости, восторг, умиротворение, вот, людям очень часто не хватает какой-то благости такой внутренней, нежности, вдохновения, надежды на, ну, на то, что, там, у детей будет хорошо, у мамы будет, мое здоровье, там, где-то удивление, спокойствие внутреннего, ну, вот, все вот это, оно, вот, я успокаиваюсь, и это приносит мне чувство, чувство удовлетворения жизнью, знаете, это все чувственный интеллект, над ним нужно работать, ну, и нужно настраиваться на состояние контролирования радости и доброты, увеличивая их для себя, как я и говорил, говорить себе или произносить себе, мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это, ну, и контролировать свою духовную чистоту, что это такое, уже говорил, духовным быть это значит быть добрым а что такое быть добрым быть добрым это контролировать не делание зла смотрите что такое быть добрым человеком хотите на хамить промолчали хотите послать не послали хотите на хамить хотите сделать кому-то от против критиковать не прокритиковали хотите написать гадость не написали то есть самое важное проявление духовности или духовной чистоты это не проявление зла самое главное проявление добра это не проявление зла а люди думают что они проявляя зло могут быть духовными нет так не бывает андреевич помогите с решением стоит ли нам переехать в америку муж американец никак не может пустить корни в бельгии стоит да будет в америке лучше добрый вечер андреевич большое спасибо что делитесь спасибо будь ласка жить шановный дреди чего арта почина ты ресторанный бизнес на пивоострове да я живу так вот тут кильки в сезон летая и люди там проживая и не можем да да делайте все в порядке у вас будет доход здрасте счастье мира гармонии всего самого хорошего а я вам как я желаю прямо невероятно и так было моих три совета для счастливой жизни нужно следить за тем чтобы жить здесь и сейчас не погружаться в прошлое будущее 2 нужно выращивать свой чувственный интеллект нужно настраиваться на состояние контролирования радости доброты и контролировать свою духовную чисто частоту и драсти не умею любить у меня холодное сердце что делать уважаемый андрей андреевич большинство людей не умеют любить и у большинства людей холодное сердце что такое любите как растопить сердце и где его взять сердце начинает растапливаться в случае если человек начинает делать что-либо для кого-либо кто живет с ним под одной крышей помните это если делать что-то физическое без желания взять что-то материальное то есть бесплатно то есть вот я там погладил ребенка там без ничего просто так или жену или сказал приятные слова то это и растапливает сердце почему это как фотоны знаете есть электроны есть фотоны фотоны они могут только отражаться но попадая на электрон могут создавать разряд именно так это все устроено когда вы гладите какого-либо человека даже если вы не любите к нему ничего не испытываете то взамен вы получаете лучи счастья которые и растапливают сердце человека понимаете именно так это все устроено любовь это не чувство любовь это индивидуальное внутреннее желание проявленная безвозмездно к другому человеку в виде физического действия как любовь проявляется материнская грудь дает гладит ребенка прижимает к себе чувствует это как муж любит жену деньги зарабатывает гладит спит с ней там думает о ней думать это тоже физическое действие понимаете любить детей это думать о детях это тоже физическое действие только мозговое мозговое мозговая деятельность но здесь действия это очень важно для любви любовь на расстоянии когда нет никакого действия не является любовь именно поэтому семьи расходятся любовь теряется если люди живут друг друга отдельно ничего ради другого человека никто не делает на этом все заканчивается части невозможно достичь так как она есть повседневные по а как достичь счастья я видел сегодня этот вопрос у садгуру он там начал говорить о том счастье да несчастья да что такое счастье и так далее дело в том что счастье достичь невозможно никогда и никем да так и есть почему счастье достичь невозможно потому что все люди хотят этого или нет находятся в счастье но у каждого это счастье индивидуально чем делятся люди одни живя своей жизнью игнорируют те элементы которые могут создать для человека счастье а другие подчеркивают это счастье как это научиться делать дело в том что счастье увеличивает счастье горе увеличивает горе как увеличивать счастье это один из принципов счастливого человека каждый человек рождается на земле счастливым и живет счастливым до самой старости и счастливым умирает и многие люди сейчас скажут то что сдурел дуйко сумасшедший что ты городишь какое счастье рассказываю когда я был маленький то мама праздновала с отцом новый год и моим счастьем было когда отец курил комнате 12 часов было и мне разрешили не спать я был седьмой ребенок в семье и мне подарили угадайте что мандарин один не знаю и я был такой счастливый стоял в трусах рядом с табуреткой почему-то табуретка возле кровати стояла на ней стояла бутылка вина сухого роза в бокале называлась она и отец налил там чашечки это вино мама там пригубила немножко на не пьющий человек он это вино до дудлил и после этого я какой-то стих рассказал специально готовился потом я уже играл на баяне принес этот баян и сыграл какой-то еще мелодию на баяне всем понравилось я так тепло это чувствую до сих пор знаете я чувствую руки мамы я помню своего отца красивого который сидел мое счастье было а если а если бы я его по другому воспринимал вот разбудили какого фига после этого где подарок чтоб мандарин а там а что этом какие того услышьте видите это моя идея она заключается в том что люди ориентированные на счастье счастливы мое счастье было маленьким и она была потому что его видел и я был счастлив и это счастье она существует почему его невозможно достичь потому что она все время с нами живет мы можем быть счастливы даже в несчастье просто нужно научиться произносить себе в свое время научил себя много лет подряд я занимался медитацией и моя медитация она звучала следующим образом я обучал себя счастью я обучал себя счастью и говорил я счастлив сегодня или я счастлив сейчас потому что и говорю потому что день потому что так много накапливая несчастья в жизни я столкнулся с онкологическим заболеванием и я со временем только не тогда когда лечился уже спустя годы понял что да люди одни они умудряются жить счастливо все живут счастливы но одни умудряются игнорировать части не замечать и критиковать свою жизнь обвиняющую вокруг про из всех людей а есть другие люди которые могут обучить себя счастью она медленно но верно обучается человек себе говорит я счастлива того что дома счастлива того что есть где спать я счастлива того что заработал я счастлива того что сначала вслух потом мысленно я сначала говорил счастлив потом говорю мне нравится и этот опыт он научил меня без слов ощущать потому что со временем когда сердце растопилось то появилось чувство которое никуда уже не девается но как пламя сияющей доброты которая бесконечно находится в моей груди и это счастье она во всем мне нравится что есть не нравится мне нравится что нет мне нравится что болит мент болит но живой то да там болит но живой меня травма была сумасшедшая два года назад и травма головы и так все болело голова кружилась тошнила сотрясение мозга и так далее и моя жена говорит что ты не расстраивайся я рину слушай я когда выпью виски там больше чем нужно хоть и это и редко делаю то у меня голова кружится мне это приносит радость а сейчас я ничего не пил и голова кажется это прекрасно что чуть-чуть подшумливает в голове но так в общем-то терпимо даже радостно я могу сказать что если человек ориентируется на счастье то он достигает счастья а если он ищет счастья и говорит как достичь ася ищите ставьте задачи нет это не поможет почему я думал что буду счастливым когда у меня будет автомобиль их у меня пять каждый новый счастья приносил на пару месяцев потом уже не приносил знаете как один мой знакомый говорил я был холостой был счастливым мечтала женщине прямо нереально мечтала красивой хороший потом выбрал красивую хорошую как начал жить а там капец она каждый день меня клюет пилит там мучает меня то она обижается то она там еще что-то не но я ему сказал слушай ты 52 года женился на женщине которой 20 а что хочет женщина в 20 и кто она говорит ну кто она игры послушай я тебе хочу сказать вы однозначно со временем разведетесь я это сто процентов знаю но следующий раз я тебе хочу дать совет такой хороший он звучит так ты следующий раз детей воспитывай своих а с теми кто по возрасту как твои дети с ними не спит и в твоей жизни все будет отлично и вот время прошло он с ней развелся он конечно не вспомнил что ему это говорил но мне это не важно так вот счастья можно достичь части можно достичь а кто нам мешает а никто собственно говоря не мешает и тут такой вопрос здрасте андрей андрей скажите пожалуйста в чем смысл жизни и тут сразу такой ответ а скажите вы что выбирали эту жизнь чтобы искать в ней смысл если если вам дали жизнь то это как футболе футбол не любит неудач дали мяч беги забивает и здесь точно такая же история у вас не спрашивали когда дали вам эту жизнь вам ее дали без смысла зачем дали радуйтесь или а какой какой смысл ну два смысла только есть смотрите человек может жить как бог и может жить как не бог а что такое жить как бог давайте вместе подумаем бог вечное существо да а если вечное не стареть нет а почему не стареть тела нет физического есть только энергетическое и нет ни прошлого не будущего не настоящего ничего нет он вездесущий в библии написано бог есть все а если он есть все то он чем-нибудь нуждается как может существо которое все сделала которая все имеет нуждаться в чем-либо тогда такой ответ нет ни в чем не нуждается тогда зачем он создал человека но там же написано для того чтобы человек был по образу и подобию соответственно а тогда в чем секрет если а в том а зачем он создал человека тоже объяснение есть какое объяснение если бог что-либо создает то он это зачем делает смотрите сделал бы он если бы он от этого не получал радость нет почему зачем ему создавать что-то от чего он будет страдать и не получать радость тогда если он от чего-то не нуждающийся ни в чем создавал что-то то для чего чтобы испытать от этого наслаждение радость согласны с этим но это как дважды два а если бы ему эта радость не доставляла то смог бы он это удалить стесно тогда ему это доставляет раз конечно ну и тогда вопрос если человек по образу и подобию то тогда может он быть на стороне света или бога или стороне антипода помните это уже из конфуцианство из книги сяо лао цзы тайзы где говорится о том что мир это не только бог мир это еще анти бог помните миром управляет ян и инь и все находится в плавающем великом дау ну что и здесь а при чем тут этом получается так когда человек живет то он подобно богу радуется от того что он живет и второй вариант подобно не богу служит темным силам радость при этом жизни является элементом служению богу радуйся бог тебя создал для радости это является смыслом твоей жизни и дальше не богу служишь другому антиподу тогда ты страдаешь ненавидишь злишься проявляешь какашливость и служишь другим силам все буквально поэтому человек рождается для того чтобы быть на стороне света или стороны тем стороне тьма стороны эти стороне тьмы таким образом случае если вы на стороне света то ваш достижение счастья и смысл жизни служить свету испытывать удивление радость испытывать части от жизни обучать себя этому а как увеличивать радость знаете как про этого слона и воробья с вечным кайфом так человек когда рождается он думает что он там с кем-то переспит наслаждение получит а потом с кем-то переспал наслаждение получил и все и пустота думает что много раз надо получить много раз по одной минуте это мало а вот когда ты можешь обнять любимого человека когда заботиться когда дети появились когда тёща свекруха мама когда есть о ком заботиться это же вечный кайф это так много чувств приятных маму можно не любить маму можно любить маме можно заботиться маме можно думать можно мир видеть можно в мире радоваться это является наслаждением видите как все устроено можно работой наслаждаться можно обучением наслаждаться можно радоваться Так мир устроен. В чем смысл жизни человека? Он буквально прост. Служить светлым силам, быть на пути тех людей, которые находят возможность быть счастливыми, обучая себя этому счастью, увеличивая это счастье. Сначала мы любим секс, потом глазами любим, потом мы любим близких, потом мы любим детей, потом эта любовь безвозмездно расширяется, мы добреем, доброта расширяется, мы видим мир, потом мы любим Бога, потом мы любим надежды, потом мы любим мечты, потом мы расширяемся. То есть мы расширяемся, и чувства, которые у нас с возрастом появляются, они более глубокие, они более длинные, они более широкие. А детские чувства, они короткие, игрушка, все. Вы, наверное, скажете, что прожить ее в радости. Ну, нет. А как же радоваться, если нечему? Совсем если у человека ничего нет для радости, даже стимула. Скажите, как радоваться? Могу объяснить, есть очень хорошая сказка о Мусе на Средине. Однажды Муса на Средине попал к Падишаху. И Падишах сказал, я отрублю тебе голову, Муса, если ты не научишь меня почувствовать вкус еды. И Муса на Средине сказал, хорошо, Падишах, я тебя научу. Давай мы тебя привяжем к твоему трону и повесим перед тобой халву, и ты не будешь кушать 10 дней. И после этого Падишах не кушал 10 дней, а перед ним висел маленький кусочек халвы. И потом через 10 дней, когда развязали Падишаха, он начал кушать и начал говорить, как же вкусно, наконец-то я понял, что такое вкус. Почему? Дело в том, что жизнь плохая у человека наступает тогда, когда он совсем ничего не хочет, совсем ничему не радуется. И совсем, то есть микроскопические желания, которые могут сделать этого счастливого человека, полностью удовлетворены. То есть покушать есть где, спать есть где, там и все, и радости больше она не расширяется. Именно поэтому я и сказал, нужно увеличивать свой чувственный интеллект. Интеллект. Вот этот интеллект чувственный, его необходимо расширять. И это необходимо делать, потому что появятся вот такие проблемы. А если у человека, почему ему хуже и хуже, почему ничего не получается? Потому что он думает, что быть счастливым — это иметь автомобиль, быть счастливым — это иметь женщину, быть... Нет, можно просто так быть счастливым. Умение быть счастливым является особенностью. Что может помочь человеку? Что мешает? Первое — напряжен сильно. Напряжен сильно. Почему? Человек, когда напряжен, он воюет. Нужно это все расслабить. Каким образом? Медитация, шивасана. То есть легли на пол и говорите себе, я расслабляю левую ногу, я расслабляю правую ногу, я расслабляю левое бедро, я расслабляю правое. Потом научиться самых близких людей любить. Вот маму, папу, место, где вы находитесь, любить себя, не обижать людей. Далее. Когда человек скатывается, то обычно это выглядит так. Человек каждым плохим словом, поступком и чувством, он катится вниз. Эти какашки, я этих ненавижу, сколько можно, я побухал, всех ненавижу и так далее. Катитесь, катитесь. А для того, чтобы остановиться, необходимо это изменить. В этом месте человек должен начать восхищаться. Ой, нравится это. Ой, нравится это. Ой, нравится это. Ой, нравится это. По чуть-чуть. И делать что-то, это очень важно, делать что-то для других людей. Особенность мужчины – это иметь желание давать. Особенность женщины – уметь желание принимать. Я вчера смотрел одну женщину, она нечаянно в ТикТоке попалась. И она говорит о том, что она является экспертом в области женских отношений. Ну, мне нравится Степанова со своими писечками и там запахами и так далее. Конечно, сумасшедшая тетя. Ну, это имеет право жить, раз ей этого хочется. Но, и женщина такая, она говорит, я хочу дать совет мужчинам. Я женщина, в которой живет сильный мужик Володя, которого необходимо приручить. Так вот, если в середине женщина, а как известно, женщина и мужчина – это противоположности. Так вот, в случае, если в женщине живет маленький мужик Володя, и которого нужно приручить, то, скорее всего, она должна знать, что в ее мужчине будет жить маленькая женщина Надя, о которой нужно заботиться и которой нужно что-то дать. Поэтому приручить Володю несложно, если что-нибудь Наде дать. Сумасшедшая. Ну, ладно. Хорошо, наверное, когда есть любимая работа и бизнес. А это уже жабка. Семья, ну, конечно же, деньги. Почему бы не радоваться этому? Но когда человек просыпается утром просто аморфно, без радости. Проснулся? Этого разве мало? То есть ты сейчас сказал мне вот что. Я готов умереть. Как ты не понимаешь, что вот это, что ты думаешь, это самое дно. Почему? Дальше пойдут онкологические заболевания. Почему? Я так разочаровывался, когда занимался бизнесом. Меня не учили по-другому. Там что-то не получилось. Я три дня переживал, нервничал, беспокоился. Готов был порвать там и так далее. И не радовался, потому что им то одно, то другое. Не отправили товар, отправили, на таможне забрали. Что-то контрабандой везли эти турки. Потом я поехал в Эмираты. Начал бизнес этот ювелирный. Начал эти распространения, столы ставить, торговать, возить. Кучу всего. Там не получается. Там люди поехали, ничего не заработали. Деньги только вывозили. На долги. И каждый день у меня прихожу. Но если определить, вот мне тогда было, не знаю, до, наверное, 40 лет. Ну, 33 года, наверное. То в 33 года свое имущество, своя недвижимость, не одна. Автомобиль свой, офис свой. Там 11-12 человек, которые на меня работали. Если люди получали у меня, там, по 1000 долларов я платил, то мой доход в месяц, там, составлял 10 тысяч долларов. А на то время люди жили, они получали 300 долларов. 400 долларов были зарплаты. И я при этом ненавидел, не мог успокоиться. Бесился, там, нервничал, психовал и так далее. И я вот как вы, у меня нечего радоваться, когда ничего не получается. Услышите меня. Как же радоваться, если меня те кинули, а там обманули. И тогда, так ты все время, каждый день становился богат, богат, богат. Но у нас, между нами, отличия нет. Это как, знаете, один человек сел и съел кашку вот с огурцом и сливочным маслом. И ест им, какая вкусная кашка, какая вкусная кашка. А второго человека посади за стол и прямо огромную поляну такую накрой. И там будет икра черная, красная, сетра, там, что хочешь. Я не знаю, не могу придумать даже, какая еда. Я полноценно питаюсь, у меня диета. Для меня самая вкусная еда, это, я не ем хлеб, поэтому я, самая вкусная еда на сегодняшний день, это, ну, вот эти маца, знаете, как в синагоге продаются, я не знаю, как она называется, и в итальянском магазине покупаю. И, а другой сядет за такой стол и будет сидеть, чухаться и говорит, надо же, еды нет тут никакой, почему? Ну, вот это так, так устроен мир. Когда человек говорит, я проснулся, мне нечем радоваться, то это дно. Теперь нужно ждать момента, когда вы заболеете и будете радоваться от того, что у вас будет возможность выздороветь или возможность отдать долг, это будет давать вам радость. Вы переходите планку дна, то есть, когда человек доходит до планки, когда радости нет никакой, у него появляются неприятности. Тогда, отдавая деньги, взятые в долг, отдавая или решая какие-то вопросы, у него появляется радость. Когда радости нет, то тогда любые проблемы являются Богом, созданными ситуациями, которые заставляют человека страдать, потому что решение данных ситуаций является для человека радостью. Когда человек просыпается, но просто аморфно, без радости, с каменным лицом, когда ничего не происходит, смотрите на свое каменное лицо и делайте улыбку. Если в жизни очень плохо, делай попой, опа-опа, включайте музыку и танцуйте. Поплачьте, если вам плохо. Когда читаешь мантры, слушаешь шумы, сангая-обряды, совсем никакого изменения нет и так далее, вы находитесь в состоянии отчаяния. Вот это состояние отчаяния. Вы же понимаете, что философия нашей школы – это основа нашего мировосприятия жизни. В случае, если следовать философии, то нужно не «почему я такой?», а больше обращать внимание и действовать именно в этом направлении. Почему я такой? Не важно. Как сделать и слушать и слышать мои рекомендации? Какие рекомендации? Зачем вам мантры? Зачем вам техники? Зачем вам это все, если оно не работает? Оно поэтому и не работает. Некуда работать. Нужно сначала тона поднимать. А как тона поднимать? Сегодня я сказал – живите в настоящем. Говорите себе – мне нравится это, мне нравится это. Не копайтесь в себе. Вкусно поели – сосредоточьтесь на этом. Расширяйте, ради чего можно жить. Ради детей, ради мамы, ради Бога, ради мира. Всегда можно найти, ради чего жить. Ради богатства. Доброго вечера. Я являюсь ученицей дейскелька років. Дякую за все, чим може выйти замуж за людину, яка зараз кохаю. А если я скажу, что нет? Вы представляете? А если я скажу, что нет? Имейте совесть. Давайте пусть это будет вашими сердечными переживаниями и элементами. Я считаю это некорректно по отношению ни к себе, ни ко мне. Почему? А если я скажу, что нет? Вы что, будете бросать? А сейчас вот я сказал, а если я скажу, что нет? Ага, значит он подразумевает, что нет. Нет, я не подразумеваю. Это я просто спросил. Видите? То есть вы специально это делаете, чтобы нервы пощекотать или что? Будете жить с этим. Но больше им вопросы такие не задавайте. К счастью, дорогой Андрей, скажите, пожалуйста, что нужно принимать маме 97, чтобы не развилась кардиостома? Кардиостома. Есть препарат у нас в компании, называется он индол и бетулиновая кислота. Я к цикласс, что вы, Андрей Андреевич, что я школа-то философия. Та-да. Как улучшить состояние души, чтобы не быть угрюмым? О, дальше эзотерика. Ну и будем заканчивать. В нашей груди находится реактор. Это условно ромб с разделенными посредине участками. То есть вот такой ромбель. Нижняя и верхняя часть треугольника. Нижний треугольник. В случае, если верхний треугольник темный, то человек угрюмый. Что нужно сделать? Когда вы чувствуете свою угрюмость, когда вы не можете найти в себе возможности радоваться, попробуйте представить, будто самый кончик вашего верхнего треугольника стал светлым, как бы накалился. И стал таким светло, ярко, солнечным или просто, или белым даже можно, неважно. Если в этот момент в состоянии угрюмости медитировать на это, угрюмость щелчком пальца за одну секунду исчезает. Что это? Это накал ваджарного котла. Вам не нравится ваша жизнь? Окей. Смотрите на хрустальный шар и думайте о том, что вам не нравится в вашей жизни. Так все изменится. Называется это медитация на шар. У вас нет ответа, чем заниматься в жизни. Зажгите свечу, сядьте на расстоянии вытянутой руки от свечи, задайте вопрос какой-нибудь, допустим, чем мне в жизни заниматься, чтобы быть богатым. Смотрите, 10 минут каждый день на протяжении одного месяца. Через месяц, как бы, само по себе придет идея, чем заниматься, что вам нужно. Или придет она прямо, то есть в виде события, либо косвенно. Как создать то, что для вас действительно важно? Важно для чего? Для счастья важно. Тогда, очевидно, для многим является то, что человек не знает, что может сделать его счастливым. Потому что человек не знает. А если я думаю, что человеку важно знать, что если он варит, если он верит в высшие силы, это я написал варит, то он должен приложить на плечи высшим силам свою задачу. Какую задачу? Быть счастливым. Так и говорите каждое утро. Перекладываю на плечи Бога ощущения и посвящаю это вере своей, в то, что я буду счастливым. Господи, сделай меня счастливым человеком. Это единственное мое желание. Почему? Не просите себе ни машину, ни жену, ничего. Просите счастья. Потому что один человек, только Бог знает, что сделает человека счастливым. Желание счастья наилучшее, что может человек себе пожелать. Желая счастья, человек всего в жизни добивается. Так один счастлив с детьми, другой счастлив на самолете летящем где-то, третий счастлив от того, что он в спокойствии живет, четвертый счастлив, что прожил долго. И у каждого оно свое, индивидуальное, персональное. И человек обычно пользуется счастьем, думая, что навязанное ему социум или близкими людьми мнение о том, каким он может почувствовать себя счастливым, обычно навязанное. Поэтому дайте возможности Богу, вложите в вожжи своей жизни, в божественную энергию, и она в дальнейшем 100% создаст вам возможности ощущать себя счастливым человеком. Не нужно ставить программу, пусть скоро у меня будет дом и так далее. Хотите счастья, скажите, скоро я буду счастливым. А как, неважно, Бог видит, Он создаст. Потому что именно таким образом счастье будет самое красивое, удивительное и самое удовлетворительное. Удовлетворительное, потому что оно вас удовлетворит. Вот так. Андрей, что со мной не так? Ощущение, что дышу дымом? Да, есть такое. В случае, если у человека есть ощущение, что он дышит дымом, то это может быть воспалительным процессом, либо почек. И такой симптом описан. То есть необходимо проверить лимфоциты и посмотреть, не болеете ли вы сейчас пилонефритом. В тибетской медицине сказано, что если у человека ощущение, будто дым, он дышит дымом, то это у него либо сахарный диабет, либо заболевание поджелудочной железы, либо заболевание яичников, либо заболевание почек. Ну, почек, скорее всего. Прошел денежный марафон. Буквально на днях на груди разглядел идеальную пятиконечную звезду из вен. Что это может быть? Это говорит о том, что вы станете мега богатым человеком. Как мне вылечить астму? Не хочется принимать фостер. Принимаю уже два раза в день. Увеличиваю количество кортикостероидов. Венталин принимать. Что делать? Пропейте мой препарат битулиновая кислота, а также пейте 1 чайная ложка соды на стакан воды два раза в день. В случае, если человек живет с человеком, которого он не любит, в случае, если ему все время приходится совершать поступок ежедневно, который ему не нравится, и он не может противоречить и боится этот поступок изменить, это приводит человека к астме. Разорвав, наверное, вы знаете, о чем я говорю. Я лично не понимаю, что я говорю. Разорвав при этом вот такие связи, можно вылечиться. Второе. У меня есть шум. Этот шум называется шум от порчи из глаза и от проклятий. Вот этот шум найдите, он и от астмы, потому что астма может быть элементом еще и порчи. Ага. 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 Ну что ж. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Огромное спасибо за знание. Ученица ступени вложила деньги в жилищную программу. Стоит состоится ли выдача жилья или забрать деньги? Лучше забрать деньги. У вас это может намного или надолго затянуться. Василиса Моисеева. Но он все равно сдастся, если не будут отдавать. Просто это долго будет. Можно было найти более легкие пути. Как с вами хорошо и на вебинаре легко и интересно. Слушаю и просто радуюсь. Ой, спасибо. Вы мудрый, добрый, слухала и слухала. Сиро дякую. Слушать и слушать не стоит. Как сказал в свое время Достоевский об альтруизме, в глубине которого находится жажда наживы. Я хочу на вас нажиться. Именно поэтому я хочу, чтобы после того, когда закончится вебинар, вы оставили комментарий под данным видео. А еще я хочу, сегодняшнее наше слово будет называться, давайте я выберу и так, оно будет называться признательность. Напишите в комментарии слово признательность. И я на следующий вебинар по эзотерике в следующую пятницу подарю одному из вас, одному из тех людей, которые напишут слово признательность, участие в моем новом семинаре, который называется «Эзотерическая школа Кайлас. Первая ступень 2023 года». Поэтому напишите слово признательность. Можете написать просто под этим видео, либо под каким-либо еще видео. И у меня есть программа такая, она на выбор, я введу туда слово признательность, она проанализирует мой сайт, YouTube канал. И после этого на выбор, на самом деле там никакой закономерности нет, кого-нибудь выберет. И после этого я вам подарю и объявлю награду такой подарок. Еще раз, я желаю вам всем счастья, помните о моих словах, обучайтесь эзотерике. Если я никогда не считал себя умным человеком, совершенно. Никогда не считал. Везучим возможно, но умным точно нет. Всегда находились выше, сильнее, умнее, везучее, красивее и так далее. Но я хочу сказать вам, что эзотерика, которую я начал преподавать, это та наука, которая помогла мне на самом деле добиться многих... Не так. Не добиться многих, а ответить на вопросы, которые меня, в общем-то, не беспокоили, но которые оказались со временем важны. Это что такое жизнь, ради чего мы живем, как испытывать состояние счастья. Эзотерика дала мне возможность жить с женщиной и детьми счастливо. Эзотерика дала возможность быть богатым человеком. Эзотерика дала силы, потому что я верю в Бога. Эзотерика дала здоровье. Таким образом, я могу сказать, что эзотерика много всего мне дала. Поэтому обучайтесь правильной и адекватной... Я считаю, что моя эзотерика все-таки адекватная. И адекватной эзотерике. Дело в том, что адекватная эзотерика — это чудеса. А неадекватная эзотерика — это сказки. Поэтому обучайтесь адекватной эзотерике. Будьте счастливы. И до следующих встреч.